Здравствуйте! На нашем курсе «Особенности учета НДС» в программе 1С Бухгалтерия Редакции 3.0 мы рассматриваем сложные вопросы учета НДС в программе, в частности, как вести раздельный учет НДС в том числе, ну и, естественно, не обходим операции по импорту и экспорту товаров. Сегодня я хочу рассказать, как в программе регистрировать операцию по импорту товаров в Российскую Федерацию с территории государств членов Евразийского экономического союза и на что обращать внимание для корректного формирования декларации по косвенным налогам. Покупка оформляется стандартно документом поступления акты накладные. Ну, к примеру, наша организация приобрела у контрагента «Старт» из Республики Беларусь товар, скатерть, льняная, количество 100 штук по цене 500 рублей за штуку. Дата, ну, пусть будет 1 марта, контрагент «Старт». Ну, и первое, что актуально. Когда мы вводим сведения по контрагенту, обязательно обращаем внимание на такое поле, как страна регистрации. Это важно. Из каких соображений? При формировании договора программа в зависимости от страны регистрации будет регулировать опцию «Поставщик по договору предъявляет НДС». Как видите, как видите, в данном случае опция заблокирована. А вот если у контрагента «Страна регистрации» указана Россия, то тогда у нас с вами остается возможность выбора, то есть уже бухгалтер будет реагировать в зависимости от того, на какой системе налогообложения находится «Поставщик». Добавляю позицию товарную скатерть, льняная, и при вводе сведений по номенклатуре, опять же, для нас с вами важно корректно указать информацию по классификации. Я имею в виду «ТНВЭТ». «ТНВЭТ» выбирается из списка. В 1С предусмотрена возможность подбоя, что действительно безумно удобно. Есть такое дело, работает функция поиска. Ну вот в моем случае это столовое белье из льняной пряжи. Количество 100. Ну и, естественно, надо не забыть про страну происхождения. В моем случае это «Беларусь». Ставочка НДС 0%. При проведении документ сформирует не только бухгалтерскую проводку 941-й, кредит 60-й, но и сделает запись в служебный регистр импорт товаров из государств таможенного союза. Следующим этапом мне необходимо вспомнить, что все-таки НДС в нашей жизни, да, существует. Ну и в частности мне необходимо начислить НДС. Делается это отдельным документом «Заявление о ввозе товаров». Его можно оформить через раздел «Покупки». Вот, как видите, есть журнальчик заявления о ввозе товаров. Или воспользоваться системой ввода на основание, что, собственно, я и делаю в данный момент. Дата. Ну, пусть будет 4 марта. Программа подтянула информацию из документа основания. Ну, я могу еще дополнительно указать сведения по спецификации, по участникам сделки, по платежным документам, если они были. Ну, в моем случае их нет. А что действительно еще нам с вами важно? Обратите внимание на табличную часть. В частности, в зависимости от того, какой был указан, какая была указана мною классификация по ТНВЭП, потребовалось указать вес. Ну и не забываем про статистику. А значит, обязательно необходимо пролистать строку до конца, она здесь очень длинная, и выбрать вид транспорта из списка. Документ сформирует при проведении проводочку, как видите, вот дебет 19-й, субсчет 10-й, кредит 68-й, субсчет 42-й. И сделает запись в регистр НДС предъявленный, по событию предъявлен НДС поставщику. Следующим этапом мне обязательно требуется отразить уплату налога. Я сделаю это, зарегистрировав выписку в программе, то есть, в частности, оформлю списание с расчетного счета. На что мы обращаем внимание при регистрации выписки? Помимо того, что вид операции, уплата налога, сам налог выбирается из списка, ну, в моем случае, это НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации. Указывается сумма налога, ну и, конечно же, если вы в программе введете учет по статьям движения денежных средств, то не забыть про статью. Но для наших с вами целей, а цель, повторяю, основная, это корректное оформление операции по импорту товара из стран таможенного союза, надо учесть две вещи. В первую очередь, не забывать реквизиты платежные документа. Так, не забывать платежные реквизиты документа. И во вторую, обратить внимание на вот эту ссылку, 68-й, субсчет 42-й. Необходимо пройти по ссылке, указать информацию по контрагенту, договору, а в качестве счета фактуры полученного выступает заявление о ввозе товаров. При проведении документ сформирует стандартную проводку 9-68, кредит 51-го. Следующим этапом от меня требуется сделать регламентный документ по НДС. Я имею в виду документ подтверждения оплаты НДС в бюджет. Находится он в разделе операции «Регламентные операции НДС». Создаю документ подтверждения оплаты НДС в бюджет. Дата, ну пусть будет 5 марта, и нажимается кнопка «Заполнить». В частности, как видите, программа подтянула сведения о заявлении о ввозе товаров, раз. Она подтянула информацию из платежного документа, два. Мне остается только ввести сведения об отметке регистрации и провести документ. Что любопытно, при проведении документ не формирует бухгалтерских проводок, а делает только записи в регистры и, в частности, в регистр НДС покупки. Но, как вы знаете, регистр НДС покупки, как правило, говорит о том, что программа сформировала запись книги покупок автоматически. Но в данном конкретном случае это не так. К сожалению, в 1С все правила имеют исключение. То есть, если я сейчас открою отчет книги покупок и сформирую никакой записи по контрагенту старт, как видите, нет. Когда же она появится? Она у меня появится только когда я сформирую регламентную операцию формирования записи книги покупок. Проверяем. Вот, как видите, вот она запись по старту. Для чистоты эксперимента, просто чтобы удобнее было проверять проводочки, я сейчас лишнее удалю. Опять же, смотрите, в качестве документа приобретения выступает заявление о ввозе товаров без ценностей таможенной союз. Документ при проведении формирует проводочку 968-й кредит 19-й и делает запись в регистр НДС покупки и НДС предъявленный вида расход, естественно. И вот только теперь, только теперь, если я опять сформирую отчет книга покупок, то я уже увижу операцию запись книги покупок по контрагенту старт. Вот таким образом можно в программе зарегистрировать поступление импортного товара из страны таможенного союза. Как оформить экспорт в страны таможенного союза, мы с вами посмотрим в следующий раз. Ну и, собственно, приходите на наши курсы.